Парни, если вы поссорились или расстались с девушкой, что точно нельзя? Выставлять в соцсетях, что вы больны, умираете, поломали ногу и так далее. Уезжаете навсегда. Не надо выставлять страдальческие посты и песни с пробросами для девушки. Кидать в чай, удалять фотки. Забирать свои вещи и отдавать ее. Писать прощальные письма. Давать последний шанс. Манипулировать через родственников или общих друзей, чтобы воздействовать на нее. Не писать ей угрозы или условия, либо отвечай, либо сейчас тебя заблокируют. Это все женские манипуляции и провокации, чтобы девушка на вас отреагировала. Теперь главное, если девушка накосячила сама, она прекрасно знает, что делать, чтобы вернуть вас. А такие трансляции вызывают отвращение и считываются ею, как ваша слабость. И девушке совсем не хочется иметь дело еще с одной телкой. А если же виноваты вы, то ваши попытки манипулировать смешны и действием к примирению не являются. Первое действие – просто по-человечески извиниться. Второе – вы прекрасно знаете, где живут, находятся или работают ваши девушки. Приехал, взял за руку, уверенно увел в машину или в ближайшее уединенное место, жестко, страстно и молча выебал. Шикудовое слово 189 в директ и получи статью «Телочный мужик», чтобы понимать, как точно никогда нельзя делать. «Телочный мужик», ребята, я еще такого не слышал, если честно. Всем доброго дня, саночной связи. Я вас всех очень рад приветствовать у нас на канале, ребята. «Телочный мужик». Ребят, сейчас не будем разбираться, кто кого жестко отпердолил, это вопрос уже десятый. Смотрите, в чем прикол. Они это интерпретируют как? Когда какая-то конфликтная ситуация произошла, неважно, кто виноват. Мужчина начинает пытаться манипулировать, какие-то действия совершать, все те, которые она перечислила. И с тем понтом, я извиняюсь за свой сленг, говорит, что это же плохо, это по телочи как-то. Да что, это телка, что ли, или что? То есть это плохо получается, телочный мужик там и так далее. Но это плохо, манипулировать плохо. Ребят, а когда это чаечки все делают? Что-то они как-то не говорят, что это плохо. Это, ну я же девочка, ну что так, ну а мужчина, а я же мальчик, скажет, я тоже манипулирую. Ребят, это обычные женские двойные стандарты. Просто двойные стандарты, вот и все. Я, в принципе, не могу и отрицать тот факт, что вот тот совет, который она дала, тоже сработает, ребята. Просто взял и жестко отпердолил. Как бы да, это может сработать. Но сам смысл подхода к делу, то есть я делаю это нормально, это хорошо, я девочка, ты делаешь, ты телка, это плохо. Понимаете? Вот так, понимаете? Я что хочу донести. Если у вас отношения складываются вот таким вот образом, с двойными стандартами постоянными, будьте готовы к тому, что эти двойные стандарты будут лезть в ваши отношения не только в таких ситуациях, а вообще. Ты денежки приносишь в семью, это хорошо. Я денежки приношу в семью, это плохо, потому что я девочка, этого делать не должна. Либо, допустим, ты должен, ты мужик, а я не должна, я девочка. И это нормально. Двойные стандарты вас будут преследовать везде, ребята. Так что здесь мораль такая, никогда не ведитесь на двойные стандарты. Если можно тебе, значит можно и мне. А если нельзя тебе, значит и нельзя мне. Ну и то по ситуации, в принципе, да, это все смотреть. А так типа что, как бы, я делаю это хорошо, я девочка, а ты, ты делаешь это плохо, ты телка. Вот так вот делать не надо, ребят. Потому что будет беда, я вам серьезно говорю. Давайте еще послушаем. Мужчины, моя бывшая агрессивно посмела послать меня нахуй. Это что вообще и как понимать, если женщина посылает тебя нахуй. Что делать в подобных случаях мужчинам? До того, как девушка посмела вас послать, она посмела уже много раз вести себя по-хамски, а вы сожрали. Сначала маленькие фильтры, а потом глобальные. Девушка не считывает вас давно как мужчину, вы для нее никто. Ей с вами давно все понятно. Единственное правильное действие, эта девушка должна перестать существовать для вас вообще. Но после этого стоит проанализировать, что же вы такого жрете хамского от девушек, и не позволять больше не так себя вести. Как? Пресекать нужно в самом начале. Даже если очень хочется все стерпеть ради того, чтобы был секс или чтобы сохранить отношения. И запомните, пожалуйста, степень пиздеца не имеет значения. Это просто пиздец в принципе. Пиши кодовое слово 185 в директ и получи статью «Секс любой ценой». Кекс любой ценой, ребята, ну не знаю, как быть. Я бы не советовал такой получать, секс любой ценой, но это такое себе. Ребята, вы понимаете, смысл в том, что секс цены не имеет. Да, я понимаю, там есть индивидуалки, есть профессионалки. Там сейчас вообще индустрия вокруг этого действия, ребята, она глобальнейшая. Там да, там оно все имеет цену, но по факту в природе секс не имеет никакой цены. Это бесплатно. Абсолютно все бесплатно. Поймите, уразумейте это. Как я в курсе в своем рассказе, ребята, как взаимодействовать с женщиной без потерь. Без потерь финансовых, временных, здоровья, нервов, энергии и так далее. Мужчин в наше время убедили, что секс имеет ценность, что за него надо платить, что-то делать, как-то соответствовать, кем-то быть. Нет. Ребята, нет. Секс это то же самое, как ты кушаешь, какаешь, пьешь водичку, спишь, ходишь, сидишь, стоишь и так далее. Дышишь, пукаешь, я извиняюсь. Ребята, это все естественные процессы, которые предусмотрены для нас природой и эволюцией. За него не надо платить. Вы скажете, ну ты же за еду деньги платишь, ну это понятное дело, ребята. Никто вам еду давать не будет. Но секс это своеобразный бартер между мужчиной и женщиной. Бартер удовольствия. Ты доставляешь удовольствие ей, она доставляет удовольствие тебе. И когда у вас совпадают эти факторы, то есть вам приятно взаимодействовать друг с другом, вы кайфуете. А там, где присутствует финансовая составляющая, кто-то не кайфует. Кто-то один из вас, скорее всего, чаечка. Потому что, ну чаще всего так бывает, что мужчина платит в любом виде. Подарками, деньгами, решением проблем. А таксой за час, индивидуалки тоже таканаются, как бы там, я не знаю, там походами в ресторан. Ты должен, ты обязан. В общем, я уже сказал, что вокруг этого слова, ребята, просто громаднейшая индустрия действий. Финансовых действий, конечно же, сосредоточена. То, скорее всего, там один из партнеров не получает удовольствия. Да нет, даже не скорее всего, а 200%. Потому что там, где удовольствие обоюдное, все бесплатно. Кому интересен курс, как взаимодействовать с женщинами без потерь, пишите мне в личку, либо проходите на мой сайт и там ознакомливайтесь. Там все подробно рассказано. А мы пока послушаем еще одну, так скажем, изречение одно. Девушки, как быть, если повторяю одну и ту же ошибку? Мужчина просит в долг, и я ему даю, еще и не на конкретный срок. Я хочу помочь, но внутри возникает сопротивление. Что делать? Давать своему мужчине в долг – это не помощь, это начало конца. Как только вы дали ему в долг, в вашем подсознании сразу формируется мысль. Не мужик, не смог сам разрулить свои проблемы, я в него больше не верю. Это главное. А дал он в какой-то конкретный срок или нет, это не имеет никакого значения. Более того, как только первый раз он попросил у вас в долг, это уже было днище. Для него это конец его самого, как мужчины. Для нее, как для женщины, это конец отношений с этим товарищем. Как не давать долг мужчине? Не давать. На его просьбу гиперболизированно включаем тупую девочку и вспоминаем свои женские дела. Ой, так давно не была у косметолога, или ой, так давно не встречалась с девочками в кафе. Но это не поменяет истинной сути обстоятельства потребительского и нищебродского мышления вашего мужчины. Пиши кодовое слово 179 в директ и получи статью «Запреты для дам». Запреты для дам, ну понятное дело. Ребят, слушайте, ну вот мне интересно, допустим, когда у чайки случится какая-то ситуация, ну, к примеру, со здоровьем там, да, ну заболеет человек, ну бывает же всякое, да. Вот придет к мужчине и скажет «Братан, займи денег», да, ну это я так образно уже говорю, да, ну всякое бывает, то есть скажет «Помоги, пожалуйста, ну выручи». Ситуация такая в жизни происходит. Он скажет «Ой, что-то я как-то за ним резину давно собираюсь переобуть, да, поеду на шиномонтажечку, да, а чаечка вот в слезах, кстати, просить, типа, ну блин, там, я не знаю, там, операция нужна какая-то, или там, я не знаю, зубик болит, надо пойти удалить там, или пломбу поставить. А мужчина соберется на шиномонтажку поедет, да. Приятно будет чаечке, да. Это я к тому, ребята, что в жизни всякие ситуации бывают. Еще, кстати, возвращаясь к двойным стандартам, ребята, они живут двойными стандартами. Я буду просить это хорошо, ты будешь просить это плохо. Двойной стандарт. Чистой воды. Чаечки мои многоуважаемые, мои любимые женщины, обожаемые мною. Запомните одну простую вещь. Мужчина это такой же человек, как и вы. Он не железный, он не киборг, он не супермен. У него ткани тела такие же, как у вас. Возможно, там тонус мышц побольше, у него там другие, другой набор гормонов, там, и так далее. Но он такой же человек смертный и болезненный, к сожалению, конечно же, да. Он может заболеть, он может попасть в аварию, ему может понадобиться операция, какое-то оперативное вмешательство. И бывают такие, блин, в жизни моменты, когда вот нету денег. Я бы так вам посоветовал. Смотрите по ситуации, потому что действительно бывают в жизни моменты, когда человеку требуется помощь. И не важно, какого он пола, женского и мужского. И чтобы не быть отвергнутыми таким вот нехорошим образом, который ты посоветовала, в плохой ситуации для тебя в жизни, поступать с человеком так, как ты хотела бы, чтобы поступали с тобой. Это мой просто совет. Вот и все. В жизни бывает всякое, ребята, честно. Ребят, кому интересен курс, пишите мне в личку, либо проходите на мой сайт. Обязательно добавляйтесь ко мне в контакте, в друзья. Ссылочки все есть в описании, в закрепленном комментарии. Удачи вам и здравомыслия.